Всем привет! Сегодня мы с вами научимся говорить «да» на русском. Давайте посмотрим на доску. Итак, было бы неплохо. It would be great. К примеру, хочешь пойти в кино? Would you like to go to the cinema? Было бы неплохо. Следующий способ. С удовольствием. With great pleasure. Хочешь чашечку чая? Would you like a cup of tea? С удовольствием. Следующий. Отлично. Отлично. It's great. Так. После того, как ты сделаешь домашнее задание, мы пойдем гулять. After finishing your home task, we'll go out. Отлично. It's great. In the answer of somebody. Конечно. Sure or definitely. У тебя сегодня отличное настроение? Are you in a good mood today? Конечно. Без вопросов. Без вопросов. Без вопросов. Без вопросов. Without any questions. Давай поедем с тобой сегодня за город. to the ground. let's go to the countryside. Тулей. Без вопросов. It means that you totally agree. Вы согласны, без вопросов. Without any questions, you say yes. Следующий способ сказать да. Не обсуждается. Да. Не обсуждается. Да, it means it's out of the question. Не обсуждается. It's out of the question. Yes. Да. Пойдем сегодня в кафе после занятий. Let's go to the cafe after classes. Не обсуждается. Да. It means it's out of the question. Let's go. И последний вариант. И говорить не о чем. Да. И говорить не о чем. Да. It means there is nothing to talk about. Yes. Ребенок просит маму что-то купить. As an example, a child is asking his mother to buy something. Мама, можешь купить мне эту игрушку? Мама, can you buy this toy for me? And the mother is answering. Мама отвечает. И говорит не о чем. Да. There is nothing to talk about. Sure. Definitely. Будьте внимательными. Последние два выражения можно встретить в книгах. Be attentive. The last two examples, I mean expressions, you can come across in books. Другие варианты вы можете встретить в устной речи. Надеюсь, что вы узнали сегодня чуточку больше. I hope that today you get to know something more about Russian language. Всем пока.